Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников в биографии Цутия Коитсу, японский художник, принадлежавший к школе Сингханга. Школа Сингханга была известна своей преемственностью с традиционной японской гравюрой Укиоэ и была основана на работе своеобразных творческих квартетов. Художник-гравюр, печатник-издатель, что отличало ее от модернистской школы Сасакуханга, где художник выполнял всю работу сам. Цутия Коитсу, настоящая фамилия Коити, Родился в Хамаматсу, японской сельской местности. Уехал в Токио в возрасте 15 лет, чтобы быть учеником у гравюра по дереву по имени Мацудзаки, который работал на Кобоясе Киотику. Художник, известный своими жанровыми сценами и военными гравюрами. Я пользуюсь Википедией. Первые самостоятельные гравюру Коитсу были посвящены японо-китайской войне 1894-1895 гг. Теме, которая была очень злободневной в то время. Позже Коитсу начал создавать рисунки в стиле Сингханга. Как говорят, его подтолкнуло к этому зерцанию садов цветущие сакуры в знаменитом монастыре Гео Киото. За свою творческую карьеру Коитсу сделал несколько десятков рисунков для издателя Синзабура Ватанаба, с именем которого связано создание художественной школы Сингханга, то есть новая гравюра. А затем работал в основном с Дой Садайте, издателем, а также сделал несколько рисунков для других издателей. Гравюру Коитсу это в основном пейзаж, служивший художнику для выражения неуловимых эмоций, света и атмосферы. Если в ранних работах художник охотно затрагивал военные и политические темы, то в поздний период основное содержание его искусства составлял чистый, отвлеченный эстетизм, обращенный к историческим корням японской культуры. Умер художник в возрасте 79 лет, 13 ноября 1949 года. Вот так вкратце, информация немного, о Цуте Коитсу, японском художнике, принадлежавшей к школе Сингханга. Пока-пока, до свидания, смотрим Работу.